Неделя клонится к концу, но есть еще время на последние штришки. В Москве сегодня играют ЦСКА и Лада, в мытищах Кунь-Лунь и Спартака, в Минске динамовцы принимают обжигающий горячую северсталь. Так что устраивайтесь поудобнее, сейчас мы обо всем вам подробно расскажем. Это скользкий лет на кинопоиске. Погнали к хайлайтам! В гости к ЦСКА сегодня пожаловала Лада, которая сейчас буквально заполонила все новостные ленты. На фоне финансовых трудностей команда Олега Барташа отправилась на пятиматчевый выезд, выиграла уже три встречи подряд, а Магомед Шараканов забил, возможно, лучший лакросс-гол сезона. Сможет ли Лада продлить свою лучшую победную серию чемпионата до четырех матчей? Давайте узнаем. Ну что ж, поехали. ЦСКА против Лады. Стартовые вратари Иван Просветов и Владислав Подъепольский. Соответственно, и именно в первом периоде гораздо больше работы было у гостевого вратаря. В целом, за стартовые 20 минут матча ЦСКА оформил аж 19 бросков в створ, а вот у Лады их было всего-навсего шесть. Но здесь есть один значимый нюанс. Да, формально бросков много, но реальных угроз можно было пересчитать буквально по пальцам одной руки. То есть бросков с близкой дистанции не хватало, да и голевых шансов было тоже немного, но порой можно выделить классные входы в зону. Например, вот здесь вот здорово действовал Руслан Исхаков, оставлял шайбу партнера по команде, но в большинстве ситуаций здорово действовал голкипер Владислав Подъепольский, а где-то, конечно, помогали ему и пылевые хоккеисты, потому что в целом у Лады за первый период немало блоков, а в сумме их шесть. Это весьма качественный показатель. Была, кстати, в первом периоде и игра в большинстве удаления Архипа Николенко за выброс шайбы и, как следствие, ЦСКА играет в формате 5 на 4, в том числе и на фоне этого. У армейцев Москвы было заметное бросковое превосходство, но вот конвертировать в голы все это дело так и не получилось. Так что очень хорошо отыграла Лада и в обороне, и Подъепольский в очередной раз свою команду выручил, и на первый перерыв команды вполне ожидаемо ушли при ничейном счете 0-0. Дальше все самое интересное. Во втором периоде этого матча событий стало ожидаемо значительно больше, и уже здесь на третьей минуте вполне мог забивать Иван Дроздов. Прекрасную скорость, как и всегда, он смог набрать, но с неудобной руки вратаря Лады все-таки не переиграл. Затем мы видим очень долгий трезок без пауза, ЦСКА заканчивает его броском в сторону ворот, но по сути это не бросок, именно в створ, потому что попал провольни в штангу. Очень долго играют команды без пауз, и та самая смена не заканчивается. Все-таки хозяева доводят дело до взятия ворота, и 1-0 Егор Фатеев на отметке 8.47 в периоде под номером 2. Кстати, в ассистентах, помимо Павла Корнаухова, все тот же защитник Владислав Провольнев, но в этом моменте он бросать не стал, он нашел гораздо более лучшее решение. Прекрасная передача, и забивает Егор Фатеев. У него уже 4 гола в этом сезоне, хотя он играет не так уж и часто, но старается пользоваться своими шансами. Далее, вот такой эпизод. Несколько довольно жестких силовых приемов, и здесь стоит сказать, что, во-первых, удалили Джозеса за блокировку, но уже после него был еще один контакт, и в результате этого мы увидели драку Классена и Иванюженкова, шведского защитника ЦСКА и российского нападающего команды Олега Барташа. Это вот первый силовой прием, а по сути своей блокировка, именно так его расценили. Ну и затем был уже второй момент в районе синей линии, а за ним, в свою очередь, последовала и та самая драка Классена и Иванюженкова. Армейцы Москвы в итоге играли в большинстве, хотя и не воспользовались тем шансом, но зато мы говорим про гол в формате 5 на 5. Это шайба в исполнении Владислава Каменева. Первым на отскоке оказался Иван Дроздов, причем, заметьте, в момент его контакта с вратарем потерял клюшку Владислав Подъепольский, но это, как посчитали судьи, не повлияло на момент. По сути, он уже заигран без клюшки вратарь и уже впоследствии забивает нападающий Владислав Каменев. Дроздов это соавтор, ну а Каменев набирает очки в третьем матче из четырех последних. Блестящая статистика. Лада, впрочем, ответила достаточно быстро. Это гол за авторством Дмитрия Куграшева примерно за 5 минут до конца второго отрезка этой встречи, причем были там моменты и чуть ранее, но все-таки именно здесь на отметке 15-19 в периоде под номером 2 забил опытнейший нападающий Дмитрий Куграшев. И заметьте, он сыграл на отскоке. Здесь все понятно, но как же красиво перед этим пытался бросить по воротам Архип Николенко. Вот он с разворота бросает и, чуть ли не находясь спиной к воротам, отправил шайбу в сторону Просветова, а уже датчик Куграшев добавил, и в его случае это третий гол в регулярном чемпионате. Но до конца периода было и еще одно событие, а конкретно шайба в исполнении Егора Фатеева. У него уже дубль, и, соответственно, первое такое событие в текущем регулярном чемпионате. Ассистенты это Мамин и Корнауков, так что ЦСКА забивает три гола в этом периоде и пропускает всего лишь однажды, хотя справедливости ради армейцы Москвы могли забить и еще раз до окончания периода, потому что вот здесь вдвоем против одного убегали хозяева. Акула видит партнера, делает роскошную передачу, но каким-то чудом не отличился. Иван Дроздов все-таки остановил его подъепольский, так что счет на момент перерыва не изменился. В третьем периоде Олег Братаж пытался хоть как-то встряхнуть свою команду и появился на последнем рубеже вместо голкипера подъепольского Александр Тружков. И он с самого начала вступал в игру и раз за разом команду выручал. Вот здесь отчасти, возможно, сыграл даже на публику. Был еще один шанс почти сразу. Это эпизод с участием Руслана Исхакова. Очень красиво убрал шайбу под себя, в свою очередь убрал с дороги соперника, хотя он тянулся к шайбе своей клюшкой, но все равно забить не получилось. Однако, при таких скоростях, при таком движении в целом, при таком напоре на чужие ворота, ожидаемо, что ЦСКА забил довольно быстрый гол в начале этого отрезка. Саморуков и Исхаков помогают отличиться нападающему Денису Гурьянову. Он, между прочим, тоже в последнее время более-менее оживает с точки зрения статистики. Завел недавно кун, ну не до этого Минскому Динамо. И вот теперь отличается в матче против команды из Тольятти. Лада, конечно, пыталась хоть как-то повлиять на результат. Пыталась эту игру изменить. И в целом у Лады больше времени в атаке. Больше времени с шайбой в третьем периоде. Но, пожалуй, у ЦСКА значительно больше голевых моментов. Потому что, как вы знаете, владение шайбой вовсе не всегда означает реальное игровое превосходство. И ЦСКА в третьем периоде матча наглядно это продемонстрировал. Лада, кстати, играла даже в большинстве. Было несколько удалений у команды Ильи Воробьева. Но ни в первом случае, ни во втором воспользоваться этими эпизодами так и не получилось. Был и вот такой интересный момент. Попадает по шайбе Николенко, но не забивает. Хотя он попал по ней таким теннисным, ну или бейсбольным приемом, по сути, слету. Ярош, а ведь это защитник. Как же он классно прорвался к воротам. Не забил и счет в итоге не изменился. 4-1 в финальной сирене. ЦСКА набирает 29 баллов в таблице. Столько же, кстати, у московского Динамо. И вся борьба только впереди. В Матищах Кунь-Луни Редстар принимал московский Спартак. И хотя это домашняя арена Кунь-Луни, оказалось, что матч проходил дома именно у Спартака. Уж так много было болельщиков красно-белых, что гости попросту не могли эту публику подвести. И забегая немного вперед, у коллектива Алексея Жамнома сложилось все более чем успешно. Уже на третьей минуте матча забил Павел Порядин, лучший снайпер Спартака и один из самых ярких игроков всей континентальной хоккейной лиги. Отмечаем, конечно же, и шикарную передачу Николая Голдобина. Он в последнее время более-менее стабильно старается выступать. Однако еще до перерыва было несколько событий. Во-первых, гол Александра Беляева. Кстати, это произошло при игре на отложенном штрафе. То есть не успели удалить игрока, потому что Спартак забил, играя в шестером с пустыми воротами. А затем еще один гол на сей раз Данил Пивчулин. В последнее время Спартака просто роскошное четвертое звено, где прежде всего разницу делают молодые ребята, вроде Пивчулина и Усманова. Как раз Усманов отдавал, а Пивчулин поставил точку в этой роскошной атаке. Во втором периоде этого матча гости и не думали останавливаться и забили еще один очень красивый гол. На сей раз также при игре в большинстве и забивает никто иной, как Николай Голдобин. У него вдвое меньше голов, нежели у Парядина. Всего шесть. У Парядина, кстати, здесь передача. И также Адам Ружечко поучаствовал в этой комбинации. Следом мы видим гол Кунуня. Его автором стал нападающий Лукас Локарт. Так что хозяева все-таки смогли не проиграть. По крайней мере, отдельно взятый второй период. Там 1-1. Ассистенты у Локарта это Лефевр, а также нападающий Паркер Фу. Затем фрагменты третьего периода. И посмотрите, как здорово поборолся Павел Парядин. У него еще одно очко. Забил-то Андрей Локтионов, но Парядин набрал 3 балла. В этом матче очередной, такой яркий поединок у него в этом чемпионате. Играс на белые довели дело до уверенной победы. Это пятый успех подряд. Северсталь выиграла 7 матчей подряд. И сегодня вновь встретятся с минским коллективом. Уже пятый раз в сезоне. Пока что череповчане ведут сезонные серии со счетом 3-1. Но у Дмитрия Квартального и Вадима Шипачева не чужих людей для Северстали. Кстати, еще есть возможность вести эту серию в ничью. Для этого необходимо выиграть сегодня, а затем еще раз в самом конце регулярки. Получится ли? Давайте посмотрим. Смотрим события первого периода матча, прошедшего в Минске. Северсталь отправляется в зону атаки, перевод в центр. И вот так уже в одной из первых смен вполне команда Андрея Козрева могла забить. Здесь было еще и добивание, и дальше просок под синей линии. Но уже в этой ситуации шайба до ворот попросту не долетела. Очень много, кстати, было игроков на линии бросков. И в первом случае, и во втором, да и в третьем в том числе. Затем удаление. Это фолл Романа Горбунова. И, как следствие, Северсталь играет в большинстве впервые в этом периоде. Воспользоваться, правда, шансом не получилось. Ну и стоит сказать, что в дальнейшем, в этом периоде, удалений не было. Северсталь очень агрессивно начинает матч. Очень много бросков с самых разных позиций. Очень много передач. Там вы знаете, как эта команда играет здорово. Именно с точки зрения комбинирования. Очень много точных передач. И это одна из таких в направлении центрального нападающего Руслана Абросимова. Тогда забить не получилось. Но в этой ситуации Тимур Муханов команду не подвел. Степанов это ассистент. И Муханов забивает очень важный гол. Всего-навсего вторая шайба у него в сезоне. Но, поверьте, парень чрезвычайно талантливый. Очень техничный. 2005 года рождения. И он, конечно, как раз подходит под команду Андрея Козырева. Далее сам Степанов мог забивать. Но несколько раз Тихомиров не позволил себе переиграть. И вот по таким кадрам вполне можно догадаться, что у Северстали больше бросков в створ в первом периоде. Это, правда, почти в два раза больше. А конкретно 14 против 8. И это только броски в створ. Далее ответ Минского Динамо. Дилан Дюбе бросает в дальний угол. Редкое событие, кстати, чтобы Минское Динамо привело к какую-то классную атаку в первом отрезке матча. Но однажды все получилось. Даниил Сатишвили, роскошное попадание. Кристофер Тирни помог ему это сделать. Ну и Сатишвили забивает свой четвертый гол в этом сезоне. Он, кстати, Северстали уже забивал. Дело было 29 октября. Тогда команда играла в Череповце. Его команда уступила. Но он нашел своего клиента. Нашел команду, которая стабильно может забивать. Были у Минчан и другие шансы до перерыва. Но все-таки счет не изменился. Пока 1-1. Простыми словами, в первом периоде команда из Череповца имела заметное игровое превосходство. Но вот конвертировать все это в еще один гол, который позволил бы период выиграть, все-таки не получилось. А после перерыва ситуация очень серьезно изменилась. По сути, кардинально изменилась. Потому что Минское Динамо было быстрее, агрессивнее. Все чаще и чаще команда Квартального оказывалась в зоне атаки. И именно вблизи ворот Константина Шостока. И время от времени, кстати, даже полыхало после его спасения. Потому что были некоторые стычки. Но, наверное, это как раз вполне ожидаемо. Учитывая, что именно Минчане были наиболее агрессивной командой в периоде под номером 2. И в некоторых сменах хозяева даже доминировали. Все это привело к голу Егора Борикова. Еще один весьма талантливый белорусский нападающий. Ему всего 19 лет, но уже обращает на себя очень серьезное внимание. Роскошный бросок после входа в зону. И 2-1 его команда впервые по ходу этого матча смогла вырваться вперед. Северсталь, конечно, пыталась огрызаться. Но все это на фоне шансов, которые имели Минчане, выглядело не так уж угрожающе. Вот еще один эпизод. Бориков бросает. И, заметьте, он сам шайбу смог отобрать. Просто средь бела дня украл ее у Дебленко, затем бросил, но все-таки не забил. Однако, даже и не думали останавливаться парни квартального. Они были гораздо ближе ко второму голу в этом периоде, нежели Северсталь. И это важный момент. Ну и, пожалуй, вполне стоило ожидать, что у Северсталя будут некоторые проблемы с дисциплиной в этом периоде. У команды Андрея Козырева всего три удаления за матч. И все три эти ситуации пришлись как раз на второй игровой отрезок. Как раз на фоне того, что у Минского Динамо было классное давление, классная скорость. И где-то гости попросту не успевали. А если конкретно, то судьи удалили Грудинина, Калдиса, а затем и нападающего Ивана Подшивалова. Кстати, было это в зоне атаки в момент, когда его команда уже играла в меньшинстве. И, наверное, неудивительно, что, учитывая такое количество шансов, хозяева все-таки смогли ими воспользоваться. Забил Виталий Пинчук, Дюбе и Лайл Канадцев в ассистентах. Пинчук возле ворот – это привычная позиция. И он не просто перекрывает обзор, он конкретно добивает шайбу в момент, когда она еще даже не опустилась на лед. 3-1 впереди команда из столицы Беларуси. Подводя итог второго периода, по броскам в створ статистика такая – 22 на 7 в пользу команды Дмитрия Квартального. Это, конечно, гигантский перевес, и вполне ожидаемо, что период именно хозяева смогли по счету выиграть 2-0. Пока 3-1, и в третьем периоде Минская Динамо все-таки постаралась более-менее спокойно сыграть, сыграть именно по счету. Хотя иногда, например, вот такие шансы возникали. Думбадзе мог забивать, но не сделал этого. И говоря в целом про третью 20-минутку, реально голевых возможностей, как у одной команды, так и у другой, было крайне мало. Но если для одной это вовсе не было проблемой, потому что ей и нужно было лишь спокойно матч доиграть, то вот как раз второй голевых шансов явно не хватало. Приходилось порой вот так вот пытаться заковырять шайбу, когда она отскакивала от лицевого борта. Были здесь и Аймузин, и Пилипенко, и Ильин, все нападающие в ведущей тройке Северсталя. Но не эти парни, никто бы то еще не смогли забить до конца основного времени. Более того, даже минчане могли четвертую шайбу забросить. Но в итоге голов так и не было. Третий период сыграли 0-0. И по истечении основного времени 3-1 Минска Динамо одерживает третью викторию в четырех последних матчах. Таким получился заключительный день недели. ЦСКА прервал победную посту Плады, Минск и Динамо смогло остановить Северсталь, а Спартак при сумасшедшей поддержке одержал победу в мытищах. Завтра в лиге будет еще жарче, одна встреча авангарда и скач его стоит. Так что не забудьте заглянуть к нам на огонек. Будем ждать. Это был скользкий лет на китопоиске. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok